Скандальная история с обманом покупателей рядом екатеринбургских автосалонов получила свое продолжение. Разгневанные автомобилисты нашли следы сбежавших из Екатеринбурга продавцов и отправились за ними в Сибирь. Именно там, в первом при отсчете слева направо городе Сибири, Тюмени, засветился домен, некогда принадлежавший Екатеринбургскому автосалону «Стрела» интернет-сайту. Цель нашего визита в Тюмень – расторгнуть договора, посетить автосалон «Аспект», где бушует фирма «Орион», «Магнум» и все остальные, которые нас интересуют. Погнали? Погнали. Посмотрим. Те, не те. Предыстория такова. На протяжении нескольких лет, начиная примерно с 2020 по январь 2023 года, в Екатеринбурге работало несколько автосалонов, использовавших в своей деятельности как откровенный обман, так и шантаж и даже вымогательство. На многочисленных сайтах, а у каждого автосалона их было по несколько штук, а также в соцсетях рекламировались новые поддержанные автомобили по очень привлекательным ценам. При обращении по телефону покупателям подтверждали стоимость таких авто, а также делалось предварительное одобрение кредита, опять же, с комфортным ежемесячным платежом. Но стоило человеку лично приехать в автосалон, он, что называется, попадал в менеджерский капкан. В числе пострадавших тогда оказалась и Екатеринбурженко-Вера. Я пострадала от мошеннических действий от автосалона «Стрела» по адресу Селькоровской 82В. Пострадала я 27.08.2022 года. Прошел практически год с этого момента. Приезжала за новой «Ладо Грант» и уехала с «Фольксвагеном» 2011 года и не в очень хорошем состоянии. Как это получилось, я все еще не могу представить, потому что все отзывы изучались, все специалисты были приветливы. Они пригласили на заполнение заявки на автокредитование. Я дали согласие. Оно ничем не отличалось от согласия на обработку персональных данных. Оно стандартно во всех банках примерно. Но отличался один пункт. Что если я необоснованно откажусь от автомобиля, то я должна буду 20% неустойку для автосалона. Я спросила, уточнила. Мне пояснили этот момент, что если я уже подпишу кредитный договор, осмотрю машину и скажу, что нет, я не хочу эту машину, то я должна им 20%. Но я подумала, такая ситуация мне не коснется. Дальше очень долгое ожидание. Меня вызвал директор данного автосалона, где и начал тыкать этим пунктом, что якобы я подписала, значит я должна. К сожалению, не все люди выдерживают данное давление. Они этим пользуются. Очень уверена, на каждого человека свой рычаг давления. Я именно испугалась, наверное, больше за свою семью. Ну и за себя. К январю 2023 года таких клиентов, совершивших вынужденную покупку ненужных им автомобилей, да к тому же по нереально завышенным ценам, набралось уже несколько десятков. Благодаря обращениям к автоюристам и выходу с серии сюжетов в ТАУ, некоторым из них удалось расторгнуть договоры купли-продажи и вернуть продавцам автохлам. Но удовлетворить все претензии покупателей автожулики не смогли. Им оказалось дешевле закрыть свои автосалоны. Сначала без предупреждения закрылся салон Royal Auto, затем стрела. Машины и стрелы перекочевали в автосалон Золотая Миля, затем закрылась и Миля. Предприниматели пытались натравить на обманутых покупателей каких-то людей в спортивных костюмах, но, встретив организованное сопротивление граждан, просто скрылись. Юридические адреса екатеринбургских автосалонов все как один были расположены в Москве. Так что даже переговоров о расторжении сделок вести было не с кем. Правоохранители к заявлениям граждан оказались глухи. Нет, они охотно принимали их претензии, проводили опросы, а затем о чем-то шушукали с менеджерами автосалонов, а иногда даже вместе с ними куда-то уезжали. И на этом защита закона заканчивалась. Екатеринбургская юристка Алена Холназарова, проанализировав все правоустанавливающие документы автосалонов, лохотронов, нашла между ними связь. Иногда это были соседние офисы, по одному юрадресу в Москве, иногда одни учредители, иногда одни и те же машины. А бывало и так, что в автосалоне Золотая Миля продавали автомобили от имени автосалона «Стрела», а телефонный звонок в «Стрелу» автоматически переводился в Золотую Милю. И вот уже летом стало известно, что бывшая руководительница Екатеринбургской «Стрелы» возглавила Тюменский автосалон «Аспект». В марш-броске на восток приняли участие сама Алена, наш коллега, видеоблогер Евгений Воробьев с боевой подругой Анной и три пары обманутых покупателей. «Народу тьма, мы в Тюмени, раннее утро, народу... вот, все идут, права качать. Все идут, 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 идут... нам директор нужен, директор, руководитель, либо коммерческий директор. Почему? А вы же ничего не решаете. А что нужно решить? Вы же ничего не решаете. Это вся толпа, обманутые люди, автосалон. Какого салона они обмануты? Какого? Мы их обманули, вот этих людей. Или кого-то хотя бы одного. Я никого даже здесь не вижу из знакомых людей. Ну, мы тоже вас впервые видим. Да. Стрела, золотая миля, роял авто. Я только, наверное, с ваших каких-то выпусков знаю об этих автосалонах. Видели видосики, да? Да, конечно. При виде десяти человек, заходящих в автосалон, все его менеджеры, за исключением старшего, бросились в рассыпную. Так уже было в Екатеринбурге в золотой миле. Но один почему-то побежал не к служебному входу, а в туалет. В нем екатеринбуржцы признали менеджера Тимура, принимавшего участие в их обмане. Вот этот человек сейчас там вот сидел. Мы просто переехали из Екатеринбурга сюда, и все. Мы хотим поговорить. Этот человек обманул всех этих людей. Кого всех этих людей? Давайте, позовите. Позовите сюда. Сильно. Сильно. На бешеные деньги. Давайте зовите. Егор, не придуряйтесь. Да, Мир? Здесь. Закрылся. Он здесь сидит. Кто? Пусть выходит. Пожалуйста, выйдите отсюда. Пусть выходит. Выйдите, пожалуйста, отсюда. Не устраивайте, пожалуйста, то, что вы устраивали там в Екатеринбурге. Пусть выходит. Не надо здесь хозяйничать. А что здесь устраивать? Мы ничего вам не сделали. Выйдите, пожалуйста. Помимо запершегося в туалете Тимура, екатеринбуржцы узнали еще одного менеджера аспекта, ранее работавшего в золотой миле. Кто-кто? На БМГ 410 свалил. Он тоже был в Екатеринбурге. Мне рукой помахал. Да? Вы сейчас узнали еще одного менеджера? Еще одного? Да, да. Он тоже вас узнал и ручкой помахал? Да, да. И уехал. 15 декабря 2022 года принята претензия. Фирма «Магну». Директор аспекта списался. Здесь мы при чем? Директор аспект ваш, Сарычева. Читайте внимательно. Сарыч. А, вы, да. Ну, где? Давайте. Вот, вот. Ну, я здесь нет. Она директор одних нескольких организаций. Претензии. Вот мы к ней приехали. Телефон давайте, созвонимся. На этом адресе нету никаких ни магнумов, ни оригонов. Номинальные все находятся в Москве. Номинальные эти все организации. Ну-ка, посвяти-ка, посвяти-ка. Где он сейчас ушел? Там есть человек. Он как ребеночек в животике. Да. Егор, стыдно за таких работников. Согласен. Мне тоже пойдете. Пойдем. Ну, нет, кто-то может остаться здесь. Только я вас очень прошу. Не ломайте ничего, не вручите. И не по шкафчикам. Ничего не вручите. Каким не лажьте, пожалуйста. А остальное все. Делайте, что хотите, только не ломайте. Ладно? Все. Спустя 20 минут, прятавшийся в туалете Тимур, все же решил показаться на глаза своим бывшим клиентам. Вы теперь работаете здесь. Город Тюмень. Вот они, потерпевшие. Вот они эти люди, стрела Золотая Миля. Вы на то же их узнаете. То же самое. Вопрос такой же у людей. Какой? Расторжение. Какой вопрос? Ну, так расторжение. Ну, люди, скажите, вот вы узнали данного менеджера. Вот он вышел из кабинета. Какой вопрос ко мне? Какой вопрос? Зачем ты обманул? Руководство давай. Всех. Кого? Всех. Кого? Меня? Ну, кто работал с данным человеком? Кто работал? Я вот вообще первый раз вижу. А я тебя нет. Ты? Ты меня обманул. В чем? В автосалоне? В чем? Где? Как где? В городе Екатеринбурге где? Что дурака-то валяет? Что ты дурака-то включил? Ну, вы ж не пообщаться, так ты общайся. Сибирский тракт 57, Золотая Миля. Может, пройдем на диваны? Вот вы его узнаете? Вы его узнаете менеджера? Узнаете менеджера данного? Какая у вас была история с данным менеджером, там, с Золотой Милей? Как это было? Просто он говорит, я там работал, салон закрылся. Никого я не обманывал. На красный БМВ он принимал, уезжал. Вот сейчас 410 номер. Я его точно узнал. Он первый нас принимал. Это тоже был в Золотой Миле. И вот он сейчас... Когда кредитный договор оценивали, вот это тоже был. Подождите, сейчас я... По порядку давай. Как вас зовут? Тимур. Вот Тимур. Тимур. Ну и все. Знаете, Тимура. Он нас свел и этот с ними. И вверху этот, который был на БМВ красный, он говорит, сейчас мы пишем этот договор купли-продажи, то, что ешь не к Алину, они себе забирают за 150 тысяч в трейдер. Если... Она говорит, а если кредит нам не одобрят, тогда мы у вас на глазах все эти бумаги рвем, и вы спокойно опять на свою машину садитесь и езжайте. И все. И в конце концов... Как получилось? Я-то рядом всегда был. И этот... Ей одобрили. Ну что-то там сумма бешеная. Она говорит, я не смогу платить там по 50-30 тысяч, а максимум могу 12 тысяч платить. Но вы с ним работали, с Тимуром? Да, да, да. Он сам общался, машину предлагал. А он говорит, я вам машину не могу отдать. Договор, если вам не нравится, вы договор ввете вот это самое купли-продажи Калины. Может она Калину хотела забрать? Я же пошла в отказ. Ну? Вы мне ее отдали? Нет. У меня забрали все документы. Вырвали договор? Нет, не порвали. Нет, не порвали. Навязали эту Весту. Приобрели, а может... В итоге она выходит 2 миллиона. Получается, Тимур вам эту машину набирал. Я же вам сказал. Нет. Нет. А в чем причина? Тимур, ну вы их узнаете. Да нет, я не узнаю. Откуда я? Стой. Я лапта, Петро. Помню, что я решиту сделал. Петро, дедушка, помнишь, сколько времени мы ждали ответ на претензию прямо в салоне? Я-то здесь при чем? Ты решила этот вопрос. Я-то при чем? Я решила его. Ты решила этот вопрос, когда я сидела 2 часа или 3 в салоне и орала на тебя, чтобы ты мне принес этот ответ. А потом вышел ролик, и после этого мы позвонили аха-ха, давайте закроем. И 15 тысяч сранее бросили ему. А дед чуть не сдохнул. Три раза на скорую возили. По словам старшего менеджера Тюменского автосалона Аспект Егора, он внимательно следил в интернете за всеми перипетиями с Екатеринбургскими автосалонами. И когда нанимал продавцов, знал, как они работали с покупателями в другом городе. Но здесь в аспекте, по его словам, обмана при продаже машин нет. Смотрел видосы, да, как бы, ну, были какие-то там определенные понимания, что там он работал в какой-то, ну, скажем так, не совсем честной организации, как бы, но здесь выполняет абсолютно хорошо всю свою задачу. И не жалуется. Никто на него не жалуется. На Тимура, да? То есть, как менеджер он хорош, он работает так, как ему сказано, грубо говоря, то есть, и, соответственно, может быть, там было сказано работать так, а здесь он работает хорошо, как бы, и вопросов к нему нет, жалоб на него нет ничего, то есть, ну, ничего. А почему сейчас он пришел, он убежал, спятался в туалет потом? Ну, может быть, узнал вас. Паника. Паника. Фиг его знаю. Может быть, не хочет быть где-то вот там. Сгутубит на камере. Так, Егор, как быть в данной кампашке? Я не знаю. Скажите, как я могу вам помочь, и я постараюсь максимально это сделать. Я тебе уже говорил. Ну, нет. Давай позвоним на твоему. Это слишком как-то. Вы сейчас звонили? Нет еще. Так, Алена, ты сейчас кому звонила? В департамент потребительского рынка города Тюмени. Я позвонила, поговорила со специалистом. Этот департамент помогает расторгать договора купли-продажи, если они составлены некачественно, неправомерно, и если люди обмануты, например, проданы неликвидные автомобили, завышена стоимость, то есть этот департамент может нам помочь в расторжении договора купли-продажи, в принципе, зачем мы сюда и приехали. Аня вызвала полицию. Алена звонит в департамент. Егор позвонил якобы своему руководству и ждет обратной связи. В ожидании полиции, а также звонка Егора своему руководству, речь зашла о так называемых дополнительных опциях, которые сегодня все автопродавцы навязывают покупателям машин. В условиях дефицита новых машин эти так называемые допы стали едва ли не главным источником заработка для автосалона. Если там она 100 тысяч, это сегодня, в принципе, нормально, купить машину со 100-тысячной картой помощи на дороге. Но есть там, да, судя по роликам, я смотрю, тех же МПЦ и Андрея, они расторгают карты по 700 тысяч. Здесь уже просто, ну, наверное, от продавца зависит, сколько туда они закрутят. Но сотка – это как бы нормальная рыночная цена. Вот так скажем. У меня 130 у самого. По словам старшего менеджера автосалона «Аспект», сейчас у него в продаже всего 4 новые машины. Остальные с пробегом. Тем не менее, многочисленная реклама этого аспекта на сайтах по-прежнему зазывает покупателей предельно низкими ценами. Только придя сюда, клиент сможет узнать реальную их стоимость. Сумма машины большая из этих и допов есть. А сейчас никуда. Я говорю, это все был спойлер, ковид, спецоперация, это все вот это вот на фоне этого происходило. Мы же сами поймите, когда мы в Солярисе миллион торговали новым, а сегодня мы вынуждены его продавать 2,5. И где-то, может быть, виноваты сами люди. Мы виноваты в этом. Потому что мы все равно покупаем эти машины, сколько бы они ни стоили. Стоила она миллион, мы ее покупали. Она стоила стоить полтора, мы ее покупаем. Она стала стоить два. Тюменские полицейские, несмотря на то, что заявители обманули совсем в другом автосалоне и даже в другом городе, оказались гораздо решительнее Екатеринбургских. По их словам, они давно работают по обманутым автопокупателям, знают о федеральной сетке мошенников и им не важно, что пострадавшие из другого региона. Ехали люди, покупатели другого автосалона, ну и, собственно говоря, все. Просто узнали здесь менеджера, который работал ранее в другом автосалоне. Участковый или кто, кто? Я старший дознаватель, мэр полиции Курима Зонтов. Всех заберем? Всех заберем, да? В отдел писателей. Получается, всех забирают и вводят в отдел полиции на объяснение? Менеджер, фигуранты обязательно, пожалуйста, возьмите, что он самый главный фигурант этого дела. Он во всех организациях этих работ. Камчатская, 45, подъезжайте. Старший менеджер Аспекта Егор оказался не только адекватным парнем, но и, что называется, клиентоориентированным. Он заказал всем екатеринбургским гостям пиццу, напавил кофе и действительно связался со своим московским руководством. Что из этого вышло, смотрите в наших ближайших программах.